Плести из березовой коры совсем не сложно. Я обязательно вам покажу, как это делается. Я принесла собранную кору домой. И смотрите, что у меня получилось из нее сделать. Вот такой вот браслет, оплетенный по кругу тонкой лентой, которую мы с вами снимали с дерева длинной лентой. Простой браслет без клея, бесшовный. Мы с вами будем делать вот такой. У меня есть вот такой ажурный браслетик. Эта вот дочка у меня плела. И вот такой браслет, который я тоже довольно долго ношу. Итак, мы с вами приступаем к плетению самых простых вот таких вот браслетов, которые имеют свойство растягиваться и сжиматься по руке. Таким образом можно плести не только браслеты, но и кольца, очелья, так называемые, как плели наши предки. И этот способ подходит для быстрых занятий с детьми, в том числе на природе. Для того, чтобы плести такие украшения, нам потребуются отрезки бересты размером 1 на 10 сантиметров. Вот у меня, видите, заготовлены. Вы берете кусочек бересты, линейку и, собственно, разлиновываете свою заготовку на отрезки 1 на 10 сантиметров. Можете просто поверить моим измерениям. Это действительно так. И это действительно удобный размер для плетения. Далее мы с вами начинаем работу следующим образом. Берем кусочек бересты 1 на 10 сантиметров и складываем его пополам. Данный способ плетения освоят и дети, маленькие и пожилые люди, потому что плетение максимально простое. Пополам сложили. Затем оба конца сложили внутрь к вот этой нашей первой складке. Нам нужно сделать вот такую галочку. Видите? Вот такую галочку. Очень просто и понятно. Делаем такие галочки в количестве, которое будет достаточно для браслета. Вот на этом браслете, на мое запястье, у меня 24 галочки. 24 штучки. Делаем такие галочки и начинаем плетение. Берем одну галочку и вставляем ее в другую. Вот таким образом. Самое главное понять, как начинается плетение. Вот таким образом у нас должно получиться. Вот эта вот закрытая часть. Видите, здесь нет никаких концов. Все закрытое. Вот эта часть открытая. Вот вы видите ушки. Поворачиваем галочку на себя. То есть вот, как сердечко. Разворачиваем на себя закрытым концом, так, чтобы у нас были отверстия в ушках. Видны. Берем следующую галочку и вставляем ее вот в эти дырочки, ушки. Чтобы получилась вот такая вот уточка. Теперь разворачиваем ее. Закрытый конец смотрит на нас, а ушки своими отверстиями вот так вот открыты. То есть не с этой стороны мы вставляем, а с вот этой. каждый раз нам нужно будет поворачивать наше плетение. И получаем вот такую буковку. Снова ее переворачиваем и снова вот эти ушки готовы для того, чтобы мы вставили в них заготовку. Ну, согласитесь, очень простое плетение и оно получается вот с такой вот подвижностью. Когда вы оденете браслет на запястье или оденете на голову очелье, получится, что оно может сжаться, а может растянуться в зависимости от того, какую функцию вам нужно выполнить. Вот такое плетение у меня получилось. Это как раз украшение на голову. И сейчас я вам покажу, как его завершить. Нам не нужен ни клей, ни какие-то особые приспособления. Мы будем делать из бересты замочек, который соединит наше с вами плетение. Итак, берем тот же самый кусочек бересты, возьмем новенький с вами, и складываем его наоборот. Если здесь мы складывали золотой рубашечкой наверх, видите, как от свежей коры выглядит золотая рубашечка, то здесь мы складываем белой частью наружу. Сложили пополам и должны вот у нас такие хвостики торчать. Теперь делаем следующее. Останавливаемся на нечетном числе наших галочек. Галочек число нечетное и четной галочкой мы сейчас будем закрывать наш замочек. берем вот эту галочку и вставляем ее так же, как мы плели в ушки. Одну и вторую. Вставили в ушки по такому же принципу плетения. Теперь ушки нам нужно продеть вот в эти отверстия с одной стороны и со второй между центральной и боковой части. сюда и сюда. Продеваем ушки вот таким образом. То есть наша галочка соединила пройдя насквозь между вот этими двумя. и теперь сгибаем галочку и прячем концы под предыдущее звено. И с внутренней стороны так же. Вот место нашего соединения. Сейчас прям повернем немножко туда-сюда и мы его даже не увидим. Аккуратно, красиво, получается очень ровно и без всяких стыков, без связываний, склеиваний и так далее. Самое простое плетение, которое можно освоить вместе с детьми и абсолютно любого уровня подготовки здесь будет достаточно для того, чтобы сделать себе вот такую березовую красоту. После того, как плетение мы с вами завершили, вы бересту можете покрыть либо прозрачным лаком, либо морилкой. Но я люблю покрывать бересту маслом. Обычным маслом напитывать ее и делать украшения глянцевыми. Довольно быстро масло впитывается. Прямо на тряпочку наносите масло и вот так легонечко-легонечко протирайте свое украшение. Получится очень такой красивый приятный блеск. Береста будет служить долго. Она будет такая вот интересно глянцевое напитанное маслом. Очень красиво. Мне так нравится намного больше. Но и вариант с лаком и морилкой тоже, в принципе, вполне допустим. Вот как раз браслетик, который я ношу довольно долго. Он тоже обработан маслом. Я его периодически протираю маслом. И он вот такой вот красивый. Уже немножко такой темненький стал. Довольно приятное украшение. Можно делать украшение из бересты вот таким вот способом. У него здесь на затяжке тоже симпатично смотрится на запястье. Можно плести украшение вот такого характера. И даже вот такие ажурные браслетики можно делать из бересты. Я вам обязательно покажу все три этих способа, но немножко позже. вот так вот.